Первыми право показать свое мастерство в художественной гимнастике предоставили самым юным спортсменкам. Девочки с 6-7 лет выступали без снарядов и демонстрировали зрителям и жюри правильность выполнения гимнастических элементов, а также пластику и гармоничность композиции. Ирина Ручкина всего год занимается художественной гимнастикой, но уже почувствовала, насколько это сложный вид спорта. Потому что там можно научиться садиться на шпагат, другие элементы делать. Самые маленькие гимнастки выступали под песни из любимых мультфильмов. Девочки из Нижнего решили взять за основу русский фольклор. Шпагаты, перекаты, ласточки и кувырки гармонично вписались и стали частью задорного народного танца. Сами дети музыку почувствовали, когда подбирали музыку, они сами выбрали, мы хотим под нее выступать. И больше они как-то в нее вкладываются, им больше нравится, она очень веселая такая, энергичная. Поддержать юных гимнасток пришли родственники и друзья. За кулисами справиться с волнением и вспомнить элементы помогали спортсменке постарше. Участие в открытых соревнованиях в нашем городе для сборной из Нижнего Новгорода стало уже традицией. Как только проводят соревнования, мы всегда на них приезжаем. Нам здесь очень нравится, потому что здесь теплая атмосфера. Праздник красоты и грации продолжался два дня. Мастерство гимнасток оценивали как в личном, так и в командном первенстве. Сильнейшие спортсменки получили дипломы и памятные подарки. Елена Грискова, Максим Нифонтов, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24.